Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы начнем прохождение карьеры в фермер-симулятор 17. Я не знаю, почему я решил вернуться в нее. Скорее всего, просто захотелось вспомнить, каково играть с курс-плеем на карте с производствами и со всей этой хренью, которую мы так ждем на данный момент в 19-й ферме. Это будет довольно-таки короткое прохождение, я не собираюсь его на год растягивать. У меня тут набросан уже небольшой бизнес-план, мы купим все поля, посмотрим все производства, обновим технику на максимум, грубо говоря, и так далее. В общем-то, все это, надеюсь, будет быстро, хотя играем мы на максимальной сложности. Ну и давайте предварительно пробежимся по настройкам игры. Итак, значит, время у нас будет реальное, дорожное движение оставляем, грязь пускай будет быстрый, автозапуск выключить, торможение с задержкой включить, расход топлива по умолчанию и, соответственно, ничего у нас само не пополняется, скорость роста растений пускай будет быстрая, увядание растений пускай будет включено, регулярная спашка включена, внос удобрений 3 штуки поставим для хардкора. Ну, общие настройки, в принципе, здесь это только на внешний вид все дело влияет, денежная единица пускай будет евро, плюс есть у нас еще вот такие вот настройки, собственно, я не буду пользоваться этими настройками, это для тех, кто играет без курсплея, мы играем с курсплеем, единственную силу игрока поставим на максимум, потому что я очень не люблю работать с погрузчиком. Также у меня установлен планшет, пока что я просто на данный момент им пользоваться не буду, потому что нафиг надо, пока мы со старта производствами никакими заниматься не будем, но я выключил нотификации. Собственно, вот так вот выглядит наша карта, называется она Регион 18, есть вот тут на самой карте ссылочка ВКонтакте, где ее можно скачать, пообщаться с разработчиком, поблагодарить разработчика и так далее. Карта рассчитана на любителей курсплея и любителей прямоугольных полей. Я, в принципе, не сильно принципиально люблю квадратные поля, но все здесь хорошо, куча производств и так далее. В общем-то, мне очень нравилась эта карта, плюс она до сих пор, насколько я знаю, обновляется, по крайней мере, сейчас она выглядит не так, как в то время, когда я последний раз на ней играл. Стартовых денег у нас 15 тысяч евро и плюс взят кредит на 100 тысяч. Из стартовой техники у нас есть три вот таких вот трактора, которые мы сразу же продаем с вами. Так, мы продали технику и, собственно, давайте сначала уплатим весь кредит. У нас остается 1 миллион 62 тысячи евро. Также на старте у нас во владениях 12 и 14 поле. 14 поле это лук для травки. Мы его оставим, а 12 поле мы сейчас продадим и вместо него купим 11. Продаем мы 12 поле и покупаем 11 за 636 тысяч. И на покупку стартовой техники у нас остается 786 тысяч евро. Давайте я вам сначала покажу базу перед техникой. Вот отсюда мы обычно стартуем. Это наш домик, где мы живем. Тут вот жарятся шашлычки, я так понимаю. Да, какие-то стейки. Прикольно. Собственно, на нашей базе есть силосное хранилище вот такое вот на 2 миллиона литров всех культур. Есть хранилище соломы и хранилище сечки. Также есть вот такая вот хреновина, которая показывает наполнение всего того, что у нас есть. Далее есть вот такой вот измельчитель соломы, сена, трава, который все делает... Который из всего делает сечку. А сечку, я напомню, потом мы переделываем на силос. То есть солому можно потом на силос переделать. Это очень интересно. Ну и есть вот такая вот хреновина для хранения сахарной свеклы и картофеля. Можно вот сюда вот сгружать, а можно в само хранилище вот здесь вот. Но сюда я не буду заезжать, потому что на курсплее проблематично разной техникой писать маршруты. Она бывает здесь застревает и это неприятно. Далее есть вот такое вот хранилище для семян и удобрений, которым пользоваться мы, увы, не будем. Оно как-то... Я не смог его подружить с курсплеем. Поэтому семена мы будем покупать, сами производить не будем. Оно как-то у меня не получилось. Ну и хранилище для дизеля и биодизеля. Здесь это немного разные вещи. Ну его, в общем-то, можно здесь хранить. Опять-таки делается это все дело из силоса. Ну и несколько гаражей. Они стоят там на заднем дворе и, собственно, здесь, где можно это все хранить. Один вон большой ангар тоже есть. Есть также на базе своя автомастерская для тех, кто играет сезонами. Я на прохождение решил сезоны не оставить, потому что на старте с одного поля очень долго ждать, пока все это дело будет хорошо работать. Есть у меня, в принципе, идея накидать себе денег, купить абсолютно все поля и тогда стартануть сезонами. Если вам эта идея нравится, то можете, в принципе, написать об этом в комментариях и мы сыграем сезонами. Ну и есть еще у нас вот такое вот хранилище дегистата, жидкий навоз. Дегистат, в общем-то, для удобрений. Говнишко можно здесь хранить и потом отсюда его загружать и им пользоваться. Но, опять-таки, автозагрузка отсюда, точнее, автопополнение при удобрении работает хреново, поэтому вряд ли мы будем этим пользоваться. По сему, собственно, начнем мы тратить свои кровные деньги, ну как кровные, короче, свои деньги с того, что мы поставим несколько статичных объектов. В частности, я хочу поставить сюда 8 керхеров. Я люблю заморачиваться вот этой вот темой, чтобы мыть технику после того, как она поработает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. И еще около этого гаража мы также всунем две штуки. А также на базу мы впендюрим вот такую вот хреновину, это для пополнения семян штука, собственно, так как у нас вот эта вся хрень не работает, точнее, у меня она не работает, возможно, из-за того, что я дебил, но не важно. Мы сюда поставим вот такую вот пополнялку семян и, соответственно, сюда вот такую вот пополнялку удобрений. Здесь у нас, собственно, по курсплею сейлки и удобрялки будут пополняться автоматически. Вот так вот все это дело выглядит, собственно, я тут уже придумал, как прописать маршрут по базе, чтобы он все делал, я вам чуть позже это покажу. Так, на 11 поле у нас сейчас на данный момент растет канола, ее совсем недавно посадили, но мы ее уберем и отправим на переработку в дизель. Топливо мы будем делать себе сами. Ну и давайте самое веселое, это, конечно же, магазин, и мы приобретем некую технику себе на старт, чтобы можно было как-то более-менее адекватно работать. Ну и в первую очередь мы купим себе комбайн, не будем начинать мы с самого топа, у нас не хватит денег, чтобы покупать сразу топовую технику, поэтому я решил, что начнем мы вот с этого вот Нью-Холланда ТЦ 5.90. Собственно, сразу же его покупаем и покупаем к нему сразу 5,5 метровую жатку. Также для работы на полях нам понадобится плуг. Так как поля у нас здесь большие, я предпочитаю покупать 2 плуга и пускать сразу 2 работать. За 22 тысячи вот этот Амазон мы вполне можем себе 2 штуки позволить. И покупаем себе, соответственно, 2 плуга. Культиваторы пока что мы покупать не будем, будем работать плугом. А вот сейлки нам понадобятся. И начнем мы со стандартных культур и, соответственно, купим 2 вот таких вот бюджетных 3 метра, также 2 штуки. Также поле нам надо будет удобрять, опять-таки я поставил в настройках, чтобы удобрение происходило 3 раза. Поэтому нам понадобится удобрялка, я возьму вот эту вот стандартную на 12 метров, самую маленькую. Одной штуки нам вполне себе хватит. У нее разброс 12 метров, она не так долго все это будет делать. Ну и, конечно же, понадобятся нам еще и прицепы самосвалы. Пока что мы возьмем себе один, вот такой вот за 19 тысяч на 15 тысяч литров. Я надеюсь, что нам его поначалу хватит. И поставим на него широкие шины, не знаю, мне нравится. И теперь самое веселое, нам нужны трактора. Самая мощная техника, которая у нас что-либо требует по лошадям. 180 лошадей требует у нас наш плуг, поэтому трактора у нас должны быть не менее 180 лошадей. Первый, который попал ко мне во внимание, который мне бы подошел, мне более-менее нравится, это фент. Можно поставить ему движок на 240 лошадок и, собственно, 202 тысячи он нам обходится, мы его покупаем. Ну и маленький вот такой тракторочек мы также приобретем. 150 тысяч он нам обойдется. 151 500. Также ставим на него мощный движок на 193 лошадиных силы и покупаем. И остается у нас 90 тысяч. А, я же совсем забыл. У нас же есть еще 14-е поле, на котором лужок. И, собственно, нам нужно косить с него траву. Поэтому возьмем самую простую газонокосилку. 3,1 метра. Пока что возьмем только ее. Большую брать к ней не будем. 11 тысяч она стоит, ее также покупаем. Возьмем к ней также валковую жадку за 28 тысяч. 9,3 метра вполне себе нормально. И также за 31 тысячу мы возьмем самый маленький фуражный прицеп для сбора травы и для сбора, соответственно, соломы с полей. Если мы будем этим всем заниматься. Покупаем 31 тысяча и, собственно, остается у нас 20 тысяч евро и все. По сути дела, потратили мы все деньги, но купили все, что необходимо для начала работы. Ну и давайте начнем отгонять, собственно, все это добро на базу. Хотя, кстати, на 14-ом поле травка-то у нас уже созрела. Можно, в принципе, начать какую-то минимальную работу. Давайте возьмем маленький наш трактор и поедем поставим его, чтобы он уже начал косить нашу травку. Итак, приехали мы на 14-е поле. Собственно, пока что на старте с животными я заниматься явно не буду, поэтому вся эта травка будет предназначена только лишь для переработки силоса. Точнее, в силос этой самой травы для получения дохода. Так как с деньгами у нас абсолютный напряг, то... Так, запускаем, собственно, косить травушку-муравушку нашему трактору. Он, собственно, без нас все сделает. А мы пока что возвращаемся в магазин и отгоним нашу технику на базу. Здесь, увы, нужно сделать небольшие вот такие вот извращенные телодвижения, поскольку выгнать эту жатку из магазина это единственный адекватный способ. Это вот так вот ее поставить и вытолкать. Немножко не нравится мне то, что появляется техника в магазине. Итак, собственно, первым мы перегнали комбайн, а все остальное я, разумеется, сделаю за кадром, потому что это абсолютно неинтересно. Итак, собственно, почти перегнал я всю технику и внезапно... Вот так вот я ее расставляю аккуратненько. Собственно, внезапно я вспомнил, что в меню на карте у нас же есть такая кнопочка, как сброс. И это все дело у нас сбрасывает это все дело на базу. Он появляется у нас вот на этом месте, а я, блин, как дурак здесь просто взял и все перегнал вручную. Ну да ладно. Вот, кстати, наше 11-е поле, которое на данный момент засеяно канолой. Может быть, кстати, имеет смысл его удобрить, потому что поле не удобрено вообще ни разу. Я думаю, да, имеет смысл сейчас этим заняться. Но сначала мы пропишем маршрут с этого поля. Для этого берем нашего трактора, подъезжаем к этому полю и, соответственно, маршрут будет начинаться у нас вот отсюда. Нажимаем кнопочку «Запись маршрута» и, собственно, погнали. Нам нужно проехать на базе через все места. Первым делом проезжаем через триггер разгрузки. Делаем это все очень аккуратненько, медленно, потому что с разными прицепами у нас будет этот курс-плей работать. Далее мы делаем вот такой вот поворотик и проезжаем через триггер выгрузки соломы. То есть, соответственно, если в прицепе будет солома, он там не разгрузится, а разгрузится здесь. Ну и с таким же успехом далее проезжаем через триггер выгрузки свеклы и картофеля. А потом аккуратненько поворачиваем и проезжаем около загрузки семян и загрузки удобрений. Ну и далее разворачиваемся и, соответственно, едем обратно на поле. И переезжаем, соответственно, вот сюда. И сохраняем этот маршрут под названием «Поле 11. База». Ну и, соответственно, едем, забираем нашу удобрялку на базу. Далее наполняем ее немного удобрениями. Самую малость для того, чтобы запустить курс-плей, сгенерировать и посмотреть на его работоспособность. Это очень важно на самом деле. Ну и генерируем маршрут. У нас удобрение «Посев». Выбрать поле номер 11-12 метров. Расположение старта все автоматически. Возврат на старт – «Да». Генерируем маршрут и добавляем к нему наш, который мы сохранили, «Поле 11. База». И со стартовой точки запускаем по маршруту нашего «Фэнта». Ну и смотрим, будет ли это все дело работать. Итак, закончились удобрения у нашего трактора и, соответственно, едет он сейчас на пополнение этого всего. То, что курс-плей будет работать, я не сомневаюсь. Вопрос, правильно ли мы записали маршрут, будет ли он пополнять семена, то есть достаточной близости мы проехали. И не будет ли ничего цеплять – это самое главное. Поэтому сейчас мы смотрим именно за этим. Итак, подъезжаем к пополнению удобрялки. И, как видите, проехали мы довольно-таки плохо мимо нее, поэтому маршрут нужно переписать. Да, иногда приходится делать именно так. Итак, удаляем старый маршрут и начинаем запись нового. По тому же самому маршруту, по сути дела, поехали. Ну и что, пробуем, в принципе, еще раз. Точно так же сохраняем этот маршрут под тем же самым названием. Но опять-таки, по такому же самому сценарию генерируем маршрут для удобрялки. Начнем мы опять-таки сначала. Тем более у нас поле тут трохи выросло. Начинаем со стартовой точки и погнали. И вот он, собственно, момент истины. Но вроде как он должен все нормально сделать. Да, останавливается, заполняется, все с ним хорошо. Ну, соответственно, он тогда справится до конца без нашей помощи. Мы, соответственно, переключаемся, посмотрим, как дела у нашей газонокосилки. Он, в принципе, уже все сделал практически. Через 18 минут он закончит работу. Итак, со тем временем у нас закончила косить наша косилка. Мы снимаем его с маршрута и, соответственно, отвозим косилку и забираем волковую жатку, чтобы сделать из этого удобные волки. Отцепляем, собственно, косилку и едем забирать волковую жатку. И, соответственно, едем на поле волковать все это дело. Но я тут подумал, имеет смысл сначала отвезти туда фуражный прицеп и записать маршрут на вывоз, собственно, травы на БГА. Чуть попозже объясню, почему. Итак, вот отсюда мы начнем записывать наш маршрут. Ну и, собственно, погнали, начинаем его писать. Итак, собственно, подъезжаем мы к БГА и пару слов о том, что здесь есть. И здесь есть 5 больших ям. И есть еще автоматически такой вот ферментатор, наверное, это называется. Собственно, пока что у нас очень маленькие объемы. Он вмещает в себя в 300 тысяч литров травы или сечки. И мы, собственно, высыпем это все пока что дело туда, в первый ферментатор. Я надеюсь, туда это все влезет. И, собственно, вот здесь мы заканчиваем маршрут и сохраняем его под названием Поле 14 БГА Фермент 1. Далее мы его, конечно же, сбрасываем, отгоняем фуражный прицеп и едем за валковой жаткой. Итак, собственно, рисуем маршрут. Разумеется, он же будет у нас потом использоваться и для фуражного прицепа. И сделаем мы его исключительно по кругу полностью. Дабы не было никаких остановок, он у нас пройдет по-быстрому. Собственно, выглядит он вот так вот. Да, вполне себе нормально. Я думаю, он быстро это все сделает. 12 минут он обещает потратить на работу полностью. Я ему, в принципе, верю. И пускай работает. Тем временем у нас уже трохи созрело это поле. Но у меня перемотка времени X15 стояла. Я пока ее выключил. Через 10 минут закончит, собственно, работу и наша удобрялка. Одного удобрения, я думаю, хватит. У нас не хватит денег, чтобы три раза удобрить это поле. Точнее денег, может, и хватит. Но мы тогда вообще с нулем останемся. Оно нафиг не надо. Итак, вот у нас оба трактора закончили работу. Собственно, прерываем маршрут. Отгоняем этот трактор обратно на базу. На этом тракторе прерываем маршрут, но не сбрасываем его. Отгоняем чуть подальше валковую жадку. Перецепляем фуражный прицеп. И, собственно, добавляем к этому же маршруту, который у нас уже загружен, поле 14 BGA Ferment 1. И запускаем его со стартовой точки. Ну и что, друзья? Собственно, пока у нас трактор убирает нашу травушку-муравушку, в следующей серии утром уже, я имею в виду, в игре. Я надеюсь, наше поле созреет. Мы соберем с него богатый урожай. На заботе травка переработается в силосы. Мы ее продадим. Собственно, и урожай наш тоже продадим. И будет у нас, в общем-то, какой-то уже первый доход. И, собственно, начнем уже строить бизнес-план какой-то для дальнейшего развития. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилей. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Рассказывайте о канале друзьям. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова